Фантом Несется на восток Делаю я левый поворот Я теперь палач, а не пилот Нагибаюсь на прицелах И ракеты мчатся к целям Впереди еще один заход Привет, друзья! Продолжаем собирать Фантом Я думаю, что Прежде чем нам все шпаклевать и шкурить Я думаю, надо вклеить В общем, собрать все воедино Фюзеляж, все, что можно Все, что нам не будет мешать Впоследствии И начнем, наверное, я думаю С воздухозаборников Который у нас огромный И занимает очень большую площадь Сточил Вот эту вот Плоскость центроплана Для того, чтобы более-менее Они встали у меня Эти воздухозаборники Вот, шпаклевать в любом случае Получается достаточно много придется Потому что щели Остаются везде Нам единственное, надо по максимуму без ступенек Это все дело сделать По максимуму без ступенек Все это дело приклеить Скотч на готове Скотч на готове Скотч на закреплять Давайте попробуем Начать Продолжение следует... 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 Больше всего у меня, конечно, сверху и снизу ступеньки не нравятся Не хочется, чтобы они были Поэтому я на них в основном ориентируюсь Здесь сточим Здесь не страшно Здесь тоже вроде все приемлемо Вот здесь вот только получается Вообще Переход получился не очень качественный Придется много тут работать Над коррекцией Результата Попробую чем-то что-ли прижать Чем-то таким Что контролируется Зажим Как-то так Я думаю, что минут 10 я подожду И будем заниматься старым Пусть немножко хоть приклеится Ступенька Вот как так получается Здесь щели нет, а здесь вот щели есть Вот как-то так Ну, по крайней мере, здесь ступенька Даже поменьше, чем здесь Только просто щель большая И что-то как-то он так сразу присох Что даже В принципе его держать не надо Так Вот эти ножи Перед воздухозаборником Я пока клеить не буду Потому что здесь еще надо посмотреть По расшивке На фюзеляже Мы их Приклеим позже Так И Вот сюда, я думаю, надо вставить В эту щель, я думаю, мы сейчас вставим Пластиковый кусок Так От доширака От доширака Так, а этот Еще, сейчас потоньше поищу Чтоб средний нужно Все равно не встает Ну, ладно Значит, сюда Мы поставим Сюда мы от доширака воткнем Попробуем просто в два слоя воткнуть Все равно Добавим Приклеим Также Добавим Попробуем Да, не В этом Приклеим Продолжение следует... Не хочет второй слой входить. Сила есть, ума не надо. Лоткнули. 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 Так, что-нибудь подложить что-ли? Так, и давайте вот сюда, наверное, тоже тоненькие кусочки воткнем. Можно, конечно, все это шпаклевать, но такие большие щели достаточно долго и сложно шпаклевать, потому что шпаклевка усаживается. Поэтому я всегда стараюсь по максимуму уменьшить щели пластиком, а потом уже остатки шпаклевать. С пластиком проще работать. Хорошо. 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 Сама-п öz roadачки. ну ладно пусть подсохнут потом отрежу так ну подсохло вроде как давайте попробуем срезать и 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 вывалялось и и и и и и Ладно. Сейчас еще раз внутриклирую. Продолжение следует. Так, ну вот у нас одна авария. Значит, давайте эту аварию попробуем устранить. Ну вот подсохла. Сейчас он так не очень хорошо держится. Я не хочу, чтобы оно вылазило. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, естественно, я тут немножко это подшпаклевал пару дней назад газовской шпаклевкой белой. Вот. И ее можно в этих местах снять газовским жиростворителем. Спокойно. Спокойно. Без ущерба для пластика. Давайте немножко снимем, чтобы нам не видя расшивку устанавливать. Я думаю, прям на этом ровном месте можно прям салфеткой. Не особо. Заморачиваясь. Заморачиваю. Пṇa. Продолжение следует... Стараться только лишнего не снять, что опять же не страшно, можно потом еще раз намазать и еще раз стереть. Сильно жидко только не надо брать, я поэтому промакиваю в один слой салфетку. Потому что если много растворителей будет, то можно лишнее растворить. Вот так, чтобы прям немножко-немножко, лучше несколько раз делать. Продолжение следует... Посмотрел я все внимательно, даже попытался в некоторых местах начать обрабатывать. В общем, во многих местах не удастся даже сохранить расшивку, чтобы выпрямить все ступеньки, которые... Как я и не старался, тем не менее, появились, образовались небольшие, но вот чувствуются они. Поэтому все придется стачивать. Восстанавливает расшивку. Обладая большим количеством достаточно хороших фотографий, видно на многих, что клеп достаточно заметен во многих местах. На модели клепа очень мало, минимально практически, да и расшивка практически такая кое-где есть, но во многих местах она замылена. Поэтому придется шкурить все, шпаклевать, шкурить, грунтовать толстым слоем и расшивку восстанавливать во многих местах. И клепать я тоже хочу, что-то мне хочется, чтобы он был у нас поживее. Хочу сделать клепку. В тех местах, которые видны на фотографии. Так, ну и приклеил воздухозаборники вот здесь, вот передние. Тоже немножко они не сходятся. Все-таки возраст модели, он дает о себе знать. Все достаточно плохо сочетается. Здесь была небольшая ступенька, я сточил конус. То есть конус получился шире в носовой части почему-то. Вот, здесь я все сточил и здесь все практически получилось ровно и даже без потерь. Так как на конусе практически расшивки не было, поэтому стачивал конус, получилось приличненько все. В этих местах вот очень сильно надо стачивать. Так, что еще? С одной стороны вот срезал направляющие вот такие вот, чтобы вот эти предкрылки поставить, так, поставить предкрылки в сложном состоянии. Вот, но все такое тут тоже толстое, что, в общем, не рассчитано эти предкрылки на то, чтобы их ставить в сложном состоянии. Прям даже не знаю, что делать еще, подумаю, пока их еще в любом случае рано ставить. Может быть, направляющие буду восстанавливать и делать нормально, но в любом случае, вот уже сточил очень сильно, да, острия. Правый предкрылок, левым еще так особо не занимался, еще не это. Вот, также вот эти вот нашлепки, которые у нас закрывают доступ к основанию стойки, в модели они прям, ну, я не знаю, кроме как нашлепки, даже их больше по-другому назвать не могу. Ну, изначально они мне не понравились, даже не видя фотографии, понятно, что какие-то они странные по форме, выступают слишком конкретно. Вот, начал смотреть фотографии, но видите на фотографии, это просто пластина, выгнутая в середине, закрывающая основание основных стоек. Вот, поэтому вот начал, закрыл скотчем вокруг, начал стачивать. Сточил почти в два раза, но как не стачил, все равно она не выглядит просто металлической, это вот, я не знаю, может быть, проще вообще срезать их и сделать из фольги на шлепке, тем более они с очень ярко выраженным клепом вокруг. И, кстати, вот, обратите внимание, на фотографии видно, что все панели крыла вокруг этой нашлепки, они тоже все проклепаны. Вот, ну и давайте тогда пока, сегодня у нас времени уже остается немного, давайте подклеим тормозные щитки. Как я и говорил, открывать я их не хочу, потому что под щитками там очень много всего есть, чего у нас нету в модели, а оставлять пустое пространство, ну, что-то мне неохота. Вот, поэтому я думаю, их я закрытыми поставлю. Здесь для того, чтобы их закрыть, пришлось мне вот петли, так называемые петли, очень сильно сточить изнутри, чтобы они у нас закрывались так, чтобы не торчали. Тоже вот они не были рассчитаны на то, чтобы их закрывать толком. Может быть, это, конечно, мешает смоляные ниши, потому что из-за них я их внутри все уменьшал. Так, ну и они так проваливаются сзади, поэтому, чтобы сделать более-менее аккуратно, я вначале сзади приклею, чтобы ступеньки здесь особо и не получилось, а потом уже прижму спереди, потому что там упираться не на что им. Чтобы здесь ступеньки не образовывалось, тоже, естественно, все зашкорил, зачистил. Ну вот как-то так, более-менее. Вот так, более-менее. Ну вот, с одной стороны, даже щели не осталось. Так, ну и нам даются в наборе фототравления утолщение на центроплане. И, в принципе, утолщение эти есть, на самом деле, на нашей модификации. Приклеиваются они вот таким вот образом. Травление очень тоненькое. И поэтому я его приклею тоже на клей-момент, разведенный сольвентом. Не на суперклей, а на клей-момент. Чуть-чуть тут выступающей части счищу. Так, и где он у меня? В бутылке уже готовый, разведенный. Вторую часть я пачкать не буду, думаю, так приклеится. Так, и продолжение. На чем-то более твердом, чтобы диски не согнуть. Тоже можно. Так, и вторую. Так, ну и как намазывали, так и приклеили. Не хочет приклеиваться, не намазав вторую часть. Давайте подмажем немножко. Клей жидкий, очень тонкий, поэтому следов выступающих точно не останется. Здесь я, конечно, вообще не угадал с направлением. Какая игра. Спасибо. Здесь после высыхания с сольвентом также счистим. Так что в этом ничего страшного нет. Дальше у нас тут еще есть такие гребни, которые у нас крепятся вот сюда, но если посмотреть на фотографии видно, что это гребень просто из тонкого листа металла, у нас же дается почти миллиметр толщиной, поэтому, правда, не знаю, надо ли сейчас клеить, но думаю, что ничего страшного случится, из доширака я его вырежу. Форма, в общем-то, правильная. Вот, и если видеть, посмотреть на фотографии, то видно, что гребень у нас этот входит в разрез прикрылка. Вот сюда вот, и здесь надо будет сделать разрез, чтобы у нас этот гребень нормально встал. вот. Ну, вторую, соответственно, точно так же. Забыл еще про пару важных деталюшек. обтекателей антенн на воздухозаборниках. Один я приклеил, боялся, что достаточно на сложном месте эти обтекатели находятся, и у нас это смола, поэтому придется приклеивать суперклеем, боялся, что не встанет четко. Но, как ни странно, здесь форма подогнана таким образом, что прямо встает, как влитой. Вот. Один я приклеил правый, левый давайте вот приклеим. Тоже. Место тут не обозначено, поэтому вот по фотографиям критерий горизонтальности важный относительно оси параллельности. Как-то вот так вот. Так, и вот эти две заглушки тоже надо приклеить. в них вставляются швартовочные крюки или рыма. Пока я сами крюки приклеивать не буду. ну вот эти вот панельки нам приклеить ничего не мешает сейчас. вот так вот. Так, ну давайте все тщательно промажем мистер десолвит пути. Газовская белая жидкая шпаклевка. Сколько нам еще раз шпаклевать я тут вообще даже не представляю. Сколько это раз нам придется делать. Так, здесь у нас ступенька в сторону воздухозаборника, поэтому мажу в основном воздухозаборник. в сторону воздухозаборника. как вы уже сами поняли, бояться нам этой шпаклевки смысла нет, потому что она стирается легко, лишняя. поэтому спокойно мажем все что считаем нужным. Так, здесь у нас тоже в сторону воздухозаборника. в сторону воздухозаборника. Побольше, побольше. в сторону воздухозаборника. в сторону воздухозаборника. в сторону воздухозаборника. Накили вот здесь вот тоже вокруг выходов антенны. какая-то щелка получилась. Так. Ну, я думаю, что здесь тоже нам не помешает. Чуть-чуть скруглить вместо стыка. в сторону воздухозаборника. Спасибо. Здесь что-то какие-то непонятки. Спасибо. Здесь побольше, побольше. Спасибо. Спасибо. Здесь кое-где щели опять образовались. Промазать, в общем, еще раз не помешает. Вообще, в этом месте стыка проще, по-моему, заново это расшить, чем аккуратно стык организовать шпаклевкой. Продолжение следует... Так. Ну, это я потом сотру, естественно. Так, и давайте вот еще вот эти панельки, которые у нас тоже могут оказаться щелью пока не понятно. Это все после грунтовки будет понятно. Ну, на всякий случай. Основание тормозного гака тоже давайте покроем, чтобы место стыка не видно было. так. И что-то я тут... Тут вот на всякий случай давайте тоже. Я тут пошкурил самостоятельно. В принципе, все вышкурил, но после грунтовки может быть сюрприз в виде щели. Ну, будем считать, что достаточно. Пусть это дело у нас теперь сохнет. минимум сутки. Вот. И вот на этом я занятие завершаю. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.